для того чтобы сплести купальничек нам потребуются вилочки я их соединила резиночками в двух местах нужны будут бусинки обыкновенные ниточки и резинки начинаем наше плетение берем две резиночки и одеваем на крайние зубчики вилочки но одеваем их не просто так а скручиваем они у нас получаются двойные скрутили теперь берем следующую резиночку и одеваем ее восьмерочкой на крайние зубчики вилочки берем еще одну резиночку одеваем на крайние зубчики теперь крючком вытаскиваем резиночку которая была скручена восьмерочкой снимаем зубчика и одеваем ее на первый зубчик вилочки с другой стороны тоже самое берем резиночку подхватываем которая была скручена восьмерочкой снимаем и одеваем на последний зубчик вилочки берем следующую резиночку берем следующую резиночку одеваем на крайние зубчики вытаскиваем резиночку которая была скручена она беленькая у нас снимаем зубчик и одеваем на второй зубчик то есть мы делаем таким образом набираем петельки на каждом зубчике у нас должно быть по петельке с другой стороны вынимаем резиночку скрученную снизу и одеваем на зубчик вилочки на предпоследний зубчик одеваем следующую резиночку на крайние зубчики вытаскиваем нижнюю Что касаемо незначимых делаем на зубчик где у нас нет еще бетлюки с другой стороны тоже самое вытаскиваем нижнюю резиночку и одеваем на тот зубчик где у нас нет петельки Теперь скрученные вдвое резиночки мы снимаем с зубчика, с другой стороны тоже самое, скрученную вдвое резиночку снимаем с зубчика. Боковые резиночки, которые скручены у нас вдвое, мы наметим контрастной резиночкой, чтобы их не потерять, не запутаться. Я протяну резиночку черного цвета, петельку вот так вот, чтобы наметить с одной стороны и с другой стороны тоже. Вот так вот узелочками, чтобы их не потерять, я их выделила, две скрученные резиночки по бокам, потом черные резиночки у нас будут сниматься. Итак, продолжим. Перекинули мы эти скрученные резиночки. Следующее. Мы одеваем резиночки на каждый зубчик. 4 резиночки. И скидываем нижние резиночки с зубчиков. Как вам удобнее. Или крючком, или пальчиками. С одной стороны. И с другой стороны скидываем нижние резиночки. Закончили. Теперь у нас на каждом зубчике по петельке. Черные резиночки за них потяну, чтобы вытащить, выровнять нашу работу. Вот так вот. Следующее. Накидываем резиночку на 4 зубчика вилочки. И накидываем 4 резиночки на противоположные зубчики. 1, 2, 3, 4. 4 резиночки. Теперь скидываем нашу резиночку, которая была одета сразу на 4 зубчика. И скидываем нижние резиночки. 1, 2, 3, 4. 4. Отлично. С другой стороны также. Здесь у нас нет резиночки. Мы ее не одевали на все 4 зубчика. Здесь мы просто скидываем вот эти нижние резиночки. отлично. Теперь наша резиночка, которая одевалась на 4 зубчика сразу, одевалась вот на эту вилочку. Вот она. С другой стороны одеваем на 4 зубчика резиночку. Повторяем. И одеваем на противоположные зубчики 4 резиночки. Теперь скидываем резиночку, которая была одета на все 4 зубчика. И скидываем нижние резиночки с каждого зубчика. С другой стороны тоже самое. Резиночки у нас, которая одевалась сразу на 4 зубчика, нет. Но есть нижние резиночки, поэтому мы их скидываем. Вот у нас уже получается нижняя часть купальничка. Уже видно на нее, да? Теперь, что мы делаем? Берем, захватываем крючком резиночку на предпоследнем зубчике. Держим ее на крючке. Захватываем резиночку на втором зубчике. И одеваем ее на предпоследнем. Теперь эту резиночку с крючка одеваем на 2 зубчика вместе. То есть мы петельку со второго зубчика и с третьего зубчика одели вместе. У нас получилась двойная петля. Мы уменьшили количество петель. У нас было 4 петельки на каждом зубчике. А сейчас у нас 3 петельки. С другой стороны тоже самое. Снимаем петельку. Со второго зубчика одеваем на третий. И накидываю петельку, которая у меня на крючке. У меня получилось тоже 3 петельки. 1, 2, 3. То есть 3 зубчика. Мы сужаем нашу работу. Переворачиваем. Теперь мы накидываем резиночку. Но накидываем не так, как мы делали на 4 зубчика только. А накидываем восьмерочкой. На две вилочки. Вот так. Одеваем резиночки на зубчики. Но одеваем уже 3 резиночки на зубчики. На крайние последние резиночку. На средние два зубчика одеваем резиночку. Чтобы у нас было не 4 петельки, а 3 петельки получилось. И на первые крайние зубчики одеваем также резиночку. Теперь скидываем резиночку, которая скручена восьмеркой на двух вилочках. И скидываем нижние резиночки. Здесь захватываем сразу две. Вот у нас опять на зубчиках появилось 3 петельки. С другой стороны делаем то же самое. Сначала скидываем резиночку, которая закручена восьмеркой. И скидываем нижние резиночки. Захватываем обе. Захватываем нижнюю резиночку. Отлично. Возвращаемся. Делаем то же самое. Берем резиночку, скручиваем ее восьмеркой на две вилочки. Одеваем резиночки на каждый зубчик, но средние зубчики. Видите, одна резиночка на средние зубчики. Теперь скидываем резинку, скрученную восьмеркой. Скидываем нижние резиночки. С другой стороны тоже самое. Скидываем резиночку, скрученную восьмеркой. И скидываем нижние резиночки. Отлично. Вот уже получаются наши трусики. Просто замечательно. Теперь нам нужно сузить нашу работу. Что мы делаем? Мы резиночку с крайнего зубчика снимаем и одеваем на средние два зубчика. Здесь же с первого зубчика также снимаем резиночку и одеваем на крайние два зубчика. То есть у нас получилась одна петля. Мы сужаем нашу работу до одной петельки. С другой стороны тоже самое делаем. Скидываем и одеваем на средние два зубчика. Теперь берем две резиночки. Одеваем на средние два зубчика. Вот они две резиночки, которые мы надели на средние два зубчика. И скидываем все резиночки, которые находятся ниже этих двух зубчика. Скинули. С другой стороны. Скидываем все резиночки, которые находятся ниже этих двух зубчика. Скинули. Отлично. Первая половиночка готова. Теперь вяжем вторую половинку нижней части купальника. Что нам для этого нужно? Мы уберем и увеличиваем количество наших петелек. Нам нужно увеличить до трех. Я беру верхнюю резиночку и одеваю ее сразу на три зубчика. Вот таким вот образом. С другой стороны. Беру резиночку, одеваю на три зубчика. Беру резиночку, одеваю на три зубчика. Вот так вот. Теперь беру резиночку, одеваю на крайние зубчики. Вторую резиночку одеваю на два средних зубчика. Третью резиночку одеваю на крайние зубчики. И скидываю наши резинки. Скинула. У нас получилось три петельки. С другой стороны скидываю нижние резиночки. Получилось три петельки. Одеваю резиночку восьмерочкой на две вилочки. Одеваю резиночки на зубчики. Три резиночки. Один. Два. Три. Скидываю резиночку, закрученную восьмерочкой. И скидываю резиночки нижние на зубчиках. Переворачиваю. Скидываю резиночку скрученную восьмерочкой. Скидываю нижние резиночки. Поворачиваю. Одеваю резиночку на вилочку. Одеваю четыре резиночки на каждый зубчик. Один. Два. Три. Четыре. На каждый зубчик четыре резиночки. Скидываю резиночку, которая у нас одета на все зубчики. Скидываю нижние резиночки. Видите, у нас получилось 4 петельки, а с другой стороны скидываю нижние резиночки и последнюю. Одеваю резиночку на все зубчики, одеваю 4 резиночки на каждый зубчик, скидываю резинку, которая у нас находится на всех зубчиках, скидываю нижние резиночки с другой стороны, одеваю резиночку на 4 зубчика, 4 резиночки на каждый зубчик, скидываю резиночку, которая на все зубчики одета, скидываю нижние резиночки, с другой стороны нижние резиночки скидываю. Одеваю резиночку на 4 зубчика, одеваю резиночку на каждый зубчик, 4 резиночки на 4 зубчика вилочки, скидываю скидываю резиночку, которая одета сразу на 4 зубчика, скидываю нижние резиночки, с другой стороны скидываю нижние резиночки, ну почти уже готово. Теперь, что я делаю, нахожу резиночку, которая скручена вдвое, нам нужно соединить будет две части купальничка, последнюю крайнюю резиночку перекидываю на предпоследний зубчик, скрученную вдвое резиночку освобождаю черный, вот она, одеваю на этот последний зубчик свободный, теперь одеваю резиночку, которую я снимала с последнего зубчика, одела на последний зубчик и скидываю эту закрученную вдвое резинку, снимаю резиночку с предпоследнего зубчика, одеваю на последний, скидываю нижнюю, мы закрываем петельки. Снимаю резиночку со второго зубчика, одеваю на последний, скидываю нижнюю, снимаю резиночку с первого зубчика, одеваю на последнюю, скидываю нижнюю резиночку последнюю оставшуюся, скидываю на предпоследний зубчик, нахожу нашу резиночку скрученную вдвое, нашу застежечку, вот она, одеваю на последний зубчик, резиночку с предпоследнего зубчика одеваю на последний и скидываю, переворачиваю, подхватываю резиночку со второго зубчика, одеваю на первый и также закрываю петельки, на первый зубчик нижнюю скидываю, с последнего зубчика на первый, нижнюю скидываю, у нас осталось 2 петельки, снимаю с зубчика одну петельку и одеваю на крайний зубчик другой вилочки, скидываю нижнюю, отлично, у нас получилась одна петелька, вот она, эту последнюю петельку мы должны с вами закрепить, то есть мы берем свободную резиночку, захватываем ее и еще раз захватываем, делая узелочек на этой резиночке, чтобы она не распустилась, вот у нас получилась наша нижняя часть купальника, трусики, эту резиночку мы должны с вами спрятать, выворачиваю наизнанку и прячу резиночку, прятать можно где угодно, через любые петельки, захватываю крючком, прячу, протаскивая через петельки с изнаночной стороны, хорошо прятать, если сделать еще один узелочек, вот так вот спрячу, и здесь, отлично, выворачиваю наизнанку, и получилась наша нижняя часть купальника, моделью у нас сегодня будет куколка Блум, этот купальничек был связан в предыдущем видео, ссылочку вы сейчас увидите на верху экрана, примерим, вот эту току, так же, так же нужно было рядом с токулемой. Так же заинтересовалось, По-моему, замечательно. Нижняя часть купальничка. Отлично. Все по размерчику, просто шикарно. Теперь плетем верхнюю часть купальничка. Для этого берем резиночку, скручиваем ее, одеваем восьмерочкой на средние зубчики. Очень тугая. Берем две резиночки, одеваем на средние зубчики и скидываем нижнюю резиночку, которая у нас была скручена восьмерочкой. Отлично. Теперь одеваем верхнюю резиночку на три зубчика вместе, нижнюю резиночку на три зубчика вместе. С другой стороны то же самое. Верхнюю резиночку на три зубчика вместе, нижнюю резиночку на три зубчика вместе. Одеваем резиночку восьмерочкой на две вилочки сразу и одеваем 4 резиночки на каждый зубчик. Три, четыре. Скидываем резиночку, которая была одета восьмерочкой и скидываем нижние резиночки. На другой стороне то же самое. Скидываем резиночку восьмерочкой и скидываем нижние резиночки. Одеваем резиночку восьмерочкой на обе вилочки. Одеваем 4 резиночки на каждый зубчик. Скидываем резиночку, одетую восьмерочкой и скидываем нижние резиночки. С другой стороны скидываем резиночку, одетую восьмерочкой и скидываем нижние резиночки. У нас на каждом зубчике по 4 петельки, вернее всего 4 петельки, на каждом зубчике по одной. Теперь мы плетем с вами верхнюю часть купальника до того момента, когда она будет равна в растянутом состоянии, вот этому расстоянию, чтобы закрыть грудь куколки. Ну и продолжаем. Делаем то же самое. Одеваем резиночку восьмерочкой на обе вилочки. Одеваем на каждый зубчик по резиночке. По отлетело как далеко. Скидываем, которая одета восьмерочкой, скидываем нижние. Переворачиваем. Скидываем резиночку, одетую восьмерочкой, скидываем нижние. Продолжаем. Продолжаем. Теперь что мы делаем? И мы закрываем наши петельки. Все на один зубчик. Все петельки выкидываем на один зубчик. С одной стороны и с другой стороны. Теперь все петельки зубчика на одной вилочке снимаем. Одеваем на зубчик другой вилочки. И все эти петельки, которые были на этой вилочке, мы их скидываем. Вот так. Отлично. Отлично. Вот верхняя часть купальничка. Здесь, что мы делаем? Здесь мы с вами введем застежки. Для этого берем резиночку, обматываем вокруг пальчика. Заводим крючок в наши петельки. Захватываем эту резиночку. И вывязываем петельку. То есть самые обыкновенные петельки из резиночек. Берем вторую резиночку, обматываем вокруг пальчика. Заводим крючок. Вытягиваем. Вторая петелька. Резиночку обматываем вокруг пальчика. Третья петелька. Четвертая петелька. Пятая петелька. Давайте шестую сделаем петельку и примерим верхнюю часть купальничка. Шестая петелька. Так. Отлично. Все подходит. Достаточно было шести петелек. Теперь нам нужно взять застежечку и закрепить последнюю петельку. Самую первую, которую мы скручивали восьмеркой, да еще и в два оборота. Одеваем на пальчик петельки для удобства. Берем нашу застежечку. И закрепляем. Закрепляем. Отлично. Теперь в другую сторону. Одеваем на пальчик. И закрепляем. Отлично. Ресиночку. И обмотать, вернее выделить две половиночки нашего купальничка. Давайте попробуем. Вставляем крючок в наш купальник. Захватываем. Резиночку. И постараемся сделать петельку, вывести как раз вот посередине. Вот здесь вот. Нам вводим петельку посередине. Вот так вот. Берем резиночку, обматываем вокруг пальчика и плетем опять наши любимые петельки. Первая петелька. Первая петелька. Вторая петелька. Плетем до того момента, когда у нас вот эта вот завязка окажется за шеей нашей куколки. То есть, вот до этого момента. А здесь мы будем соединять застежечкой. Петелька. 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 У меня получилась первая петелька, которая выделяла наши две половинки. Вторая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Петелька. Седьмая петелька. Теперь мы берем нашу застежечку и закрепляем петельку. Отлично. Берем резиночку и провязываем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь петелек. Вставляем крючок в нашу самую первую петельку, которая выделяла две половинки. Завели крючок. Отлично. И вывязываем семь петелек. Один, два, четвертая. Четвертая, пятая, шестая и последняя седьмая. Снимаем с крючка и закрепляем нашу застежечку. Давайте примерим. Купальник почти готов. Готова нижняя часть купальника, готова верхняя часть купальника. Если у вас вот эта лямочка съезжает вниз, потому что куколка достаточно худенькая, вы можете связать еще две лямочки и соединить их с помощью застежки, чтобы подтянуть вот эту лямочку кверху. Я этого делать не буду. Теперь мне нужно соединить верхнюю часть купальника с нижней частью с помощью бусинок. Я взяла иголочку с ниточкой. С помощью иголочки одела на нитку бусинки, чередую зеленую и оранжевую. Примерно вот так, чтобы у меня подходило. Теперь беру резиночку любого цвета, крючок, нахожу петельку, которая разделяла нашу верхнюю часть на две половинки. Завожу крючок в нее, захватываю резиночку, вытаскиваю, делаю петельку вот такую снизу. Теперь беру иголочку, вставляю иголочку в эту резиночку, вывожу и теперь раздеваю иголочку через каждую бусинку. Теперь у меня должен быть фокус-покус. С помощью ниточки я протаскиваю на резиночку мои бусинки. Отлично! Просто великолепно! Ну, теперь можно убрать нашу нитку с иголочкой. И мне нужно закрепить вот эту резиночку с нижней частью. Лучше это делать с изнанки, взять какую-нибудь петельку и закрепить. Давайте попробуем сделать с изнанки. Где-нибудь находим петельку в серединке. Заводим крючок в эту петельку, захватываем резиночку. Уставляем. Давайте возьмем еще одну резинку, чтобы очень хорошо, плотно закрепить. Делаем узелочки, закрепляем любым способом, который вам знаком. Делаю узелочек, закрепила. И эту резиночку прячу с изнанки. Прячу в любых петельках, чтобы просто не было ее видно с лицевой стороны. Протаскиваю через любые петельки с изнанки. Здесь, здесь куда-нибудь выведу резиночку. Здесь. Здесь выведу. Вот так и спрячу. Наш купальник готов. Верхняя часть купальника и нижняя часть купальника соединены с помощью бусинок. Если задняя лямочка купальника съезжает вниз, так как куколка очень худенькая, вы можете дополнительно сплести еще две лямочки и соединить их застежечками. А я одену свои браслеты и отправлюсь вместе с Bloom Wings на пляж. Как я сделала такие браслетики, вы можете посмотреть в мастер-классе видео. Ссылочка на него будет наверху экрана. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok